Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, насколько разнообразна жизнь на нашей планете. Но что мы действительно знаем о всем этом разнообразии, и тем более о взаимосвязях внутри этой сложной экосистемы? Примерно такими же вопросами в середине прошлого века задался знаменитый британский ученый Джеймс Лавлок. Он предположил, что Земля — это саморегулирующийся суперорганизм, который на протяжении большей части своей истории, последних трех с лишним миллиардов лет, поддерживал на поверхности благоприятные условия для жизни. Что касается самого Джеймса Лавлока, то он изучал химию в Манчестерском университете, и еще будучи студентом, начал работать в Лондонском институте медицинских исследований. Получил диплом химика, степень доктора философии по медицине, степень биофизика, работал в Гарвардской клинике в научной группе исследователей природы простудных заболеваний. В 1957 году Лавлок даже изобрел электронный детектор для газовой хромотомографии, обладавший специфической чувствительностью в отношении химических соединений, представляющих угрозу для окружающей среды. Применение детектора привело к открытию повсеместного присутствия химических остатков пестицидов в природе. Позже, в 1966 году, с помощью электронного детектора, Лавлок обнаружил присутствие в атмосфере хлорфторуглеродов. Это открытие сыграло важную роль в развитии теории парникового эффекта. Поскольку хлорфторуглероды способствуют истощению озонового слоя в верхних слоях атмосферы, производство таких соединений было прекращено в соответствии с Монреальским протоколом. Таким образом, благодаря своему изобретению еще за несколько лет до выдвижения Лавлоком его основной теории о жизни на планете, он существенно повлиял на сохранение этой самой жизни. В 1961 году НАСА пригласило его на работу в научную группу Лаборатории реактивного движения, занимавшейся разработкой зондов в рамках программы исследования Луны и планет. Первоначально он разрабатывал методы анализа лунной почвы, позже подключился к программе НАСА, связанной с поиском жизни на Марсе. В рамках программы «Викинг» агентство планировало отправку к Марсу двух зондов для изучения планеты и поиска следов жизнедеятельности микроорганизмов в ее грунте. Именно приборы для обнаружения жизни, которые должны были установить на борту зондов, разрабатывал Джеймс Лавлок. Задаваясь вопросами о том, как можно понять, есть ли жизнь на Марсе, ученый предположил, что сделать это возможно, основываясь на анализе химического состава его атмосферы. Лавлок спросил себя, «Если бы я сам был на Марсе, как бы я смог понять, что на Земле есть жизнь?» и ответил, по ее атмосфере, которая не поддается никаким естественным ожиданиям. Свободный кислород составляет 20% атмосферы планеты, тогда как законы химии говорят, что кислород – высокореактивный газ, и весь он должен находиться в связанном состоянии в составе различных минералов и пород. Ученый пришел к выводу, что жизнь, микробы, растения и животные, постоянно метаболизирующие материю в энергию, превращающие солнечный свет в питательные вещества, выделяющие и поглощающие газ – вот то, что делает атмосферу Земли такой, какая она есть. В отличие от этого, марсианская атмосфера практически мертва и находится в низкоэнергетическом равновесии почти без химических реакций. В январе 1965 года Лавлока пригласили на решающее совещание по поиску жизни на Марсе. В процессе подготовки к важному мероприятию ученый прочел небольшую книгу Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь?». Того самого Шрёдингера – физика-теоретика одного из создателей квантовой механики и автора всем известного мыслительного эксперимента про кота. Этим трудом физик внес вклад и в биологию. Две последние главы книги содержат размышления Шрёдингера о природе жизни. Шрёдингер исходил из того, что живой организм в процессе существования непрерывно увеличивает свою энтропию, или, другими словами, производит положительную энтропию. Он вводит концепцию отрицательной энтропии, которую живые организмы должны получать из окружающего мира, чтобы компенсировать рост положительной энтропии, ведущей к термодинамическому равновесию, а значит, к смерти. В простом понимании энтропия – это хаос, саморазрушение и саморазложение. Отрицательная энтропия – то, чем организм питается. Согласно Шрёдингеру, в этом и состоит одно из главных отличий жизни от неживой природы. Живая система должна экспортировать энтропию, чтобы поддержать собственную энтропию на низком уровне. Лавлок, вдохновленный трудами Шрёдингера, предположил, что предоставленная сама себе атмосфера безжизненной планеты рано или поздно уравновешивает собственное содержимое, достигая энергетического покоя. Противодействует энтропийному росту жизнь, потребляющая энергетически активные элементы и выбрасывающая шлак. Совместно с Дайан Хичкок, он провел исследование атмосферы Марса, сравнил результаты с соответствующими данными об атмосфере Земли и обнаружил вопиющие различия между атмосферами двух планет. На Марсе были отмечены близость к химическому равновесию и преобладание углекислого газа, а на Земле — состояние глубокого химического неравновесия. Лавлок писал, что с сожалением пришёл к заключению, что на сегодня Марс лишён жизни, хотя, вполне возможно, она там была раньше. Эти исследования явились основой для создания новой фундаментальной теории, что Земля — это саморегулирующийся суперорганизм. Писатель Уильям Голдинг, создатель романа «Повелитель мух» и близкий друг учёного, предложил Лавлоку назвать теорию в честь древнегреческой богини Земли — гипотезой Геи. Позже её стали называть теорией Геи. НАСА же встретило открытие Лавлока в штыки. Оно подрывало основу того самого проекта, для участия в котором он был приглашён. Однако в 1970-х годах стали появляться первые подтверждения теории Геи. Важную роль в этом сыграло серное предсказание Лавлока, утверждавшее, что сера поднимается из океанов в атмосферу в виде диметилсульфида, производимого разлагающимися морскими водорослями. Капельки диметилсульфида, попадая в атмосферу, служат ядрами конденсации водяных паров, вызывая образование облаков. Плотность и площадь облачного покрова существенно влияют на альбедо нашей планеты, её способность отражать солнечную радиацию. Одновременно выпадая на Землю вместе с дождём, эти сернистые соединения способствуют росту растений, которые в свою очередь ускоряют выщелачивание горных пород. Образующиеся в результате выщелачивания биогены смываются в реки и в конце концов попадают в океаны, способствуя росту планктонных водорослей. Цикл путешествия диметилсульфида замыкается. Подтверждение этого в 1990 году было обнаружено, что облачность над океанами коррелирует с распределением планктона. Ещё один регулярный элемент геи – углекислый газ. Его геофизиология рассматривает как ключевой метаболический газ. От его концентрации зависит климат, рост растений и производство свободного атмосферного кислорода. Чем больше углерода захоранивается, тем больше в атмосферу освобождается кислорода. Управляя концентрацией двуокиси углерода в атмосфере, биологическая жизнь тем самым регулирует среднюю температуру планеты. В 1981 году было высказано предположение, что подобная саморегуляция происходит через биогенное усиление процесса выветривания горных пород. Лавлок сравнивает трудности в понимании процессов, идущих на планете, со сложностями в понимании экономики. Экономист XVIII века Адам Смит получил известность в том числе за введённую в научный оборот концепцию «невидимой руки», которая заставляет безудержный коммерческий личный интерес каким-то образом работать на общее благо. Также и с планетой, говорит Лавлок, когда она созрела, она стала поддерживать пригодные для существования жизни условия, а невидимая рука смогла направить разрозненные интересы организмов на общее дело поддержания этих условий. Гипотеза Геи была охотно воспринята экономическим сообществом, но первоначально встретила неприятие в научных кругах. Её оппонентами, в частности, выступили биологи-эволюционисты Ричард Докинс и Форд Дулитл. Они утверждали, что сотрудничество, необходимое для саморегуляции Земли, никогда не может сочетаться с конкуренцией, обязательной для естественного отбора. Помимо самой сути, название, взятое из мифологии, тоже вызывало недовольство. Всё это было похоже на новую религию, где предметом обожествления стала сама Земля. Лавлок отреагировал созданием компьютерной модели «Дейси Уолт» – «Маргаритковый мир», которая позволила ему ответить на вопросы оппонентов. «Естественный отбор благоприятствует улучшителям», говорил Лавлок. «Его теория только детализирует теорию Дарвина, подразумевая то, что природа отдает предпочтение организмам, которые оставляют окружающую среду в лучшей форме для выживания потомства. Те виды живых существ, которые негативным образом влияют на окружающую среду, делают ее менее пригодной для потомства и будут в конце концов изгнаны с планеты, как и более слабые эволюционно неприспособленные виды», утверждал Лавлок. Конечно же, Лавлок не был единственным, кто говорил о Земле как о единой целостной системе. Этой темы касались отец современной геологии Джеймс Геттон, ученый-естествоиспытатель, давший миру термин «биология» Жан-Батист Ламарк, натуралист и путешественник, один из основателей географии как самостоятельной науки Александр фон Гумбольд. В 20 веке идея получила развитие в научно-обоснованной концепции о биосфере выдающегося русского и советского ученого и мыслителя Владимира Ивановича Вернадского. В своей научно-теоретической части концепция геи схожа с его биосферой. Так или иначе, но в гипотезе геи перепрялись элементы научной теории и религиозного пророчества. В последние годы, а ему уже не много, не мало 101 год, Джеймс Лавлок выступает с предсказаниями катастроф. Он считает человечество нервной системой геи, с помощью которой она осознает сама себя. Увы, человечество не осознало своей роли и нарушило функционирование геи. «Гея сделала меня планетарным врачом, и поскольку я воспринимаю свою профессию всерьез, мне волей-неволей приходится сообщать дурные вести. Специалисты видят, что планета серьезно больна, и в самом скором времени у нее начнется лихорадка, которая продлится не менее 100 тысяч лет. Мы должны быть сердцем и разумом Земли, а не просто вирусным заболеванием. Так давайте же наберемся мужества думать не только о потребностях и правах человека, но и о том, какой вред мы нанесли Земле и как нам примириться с геей. Мы должны взяться за дело, пока мы еще достаточно сильны для этого, пока мы еще не убогая толпа людишек, сломленная жестокой волей одичалых военных диктаторов. Главное, что мы должны помнить, так это то, что мы часть Земли, и что она и в самом деле является нашим домом». Джеймс Лавлок Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!